Предполагали или знали, что отношения с Западом еще сильнее испортятся. Россия и Китай в прошлом году стали больше торговать. По словам экспертов, в 2021-м товарооборот между странами достиг своего максимума – 140 миллиардов долларов. А уже в начале 2022-го китайский экспорт в Россию вырос на 41,5%. Поставки из России в Поднебесную – почти на 36%. Мы стали на 50% больше закупать у Китая не товары народного потребления, а именно оборудование, станки и машины. А еще нам необходимы запчасти для самолетов в том числе. Правда, эксперты утверждают, что такое тесное сотрудничество в плане запчастей понадобится России пару-тройку лет. Ведь если можем производить крутые самолеты для военно-промышленного комплекса, наладить производство пассажирских точно получится. К слову, Китаю без нас тоже прожить сложно. И не только из-за нефти и газа. Интересы Поднебесной направлены в сторону закупки металла, продовольства, минеральных удобрений. Можно обойтись без айфонов, можно обойтись без хамона и так далее. Но без тепла в доме, без хлеба обойтись нельзя. Бизнес-партнерство наших стран длится годами. Но никто из наших экспертов не сказал, что строить экономические взаимоотношения между Россией и Китаем легко. Они в первую очередь все-таки партнеры для себя. Работу по любым взаимным проектам они ведут исключительно в своем собственном, можно сказать, неторопливом для нас ритме. То есть китайцы в этом плане, они думают иначе. У Руслана чайный бизнес. С Китаем работает не так давно из-за пандемии. Лично в Поднебесной не был. Договаривался онлайн. Сейчас все отлажено. Курс юаня устраивает и перспективы для себя видит. В новой реальности бизнес будет расширять. Главное изучить китайцев и их традиции получше. Знает, что несведущим чай не самого лучшего качества. Они могут продать по завышенной цене. Есть особенности в их поведении, что бывало даже, была такая ситуация, что мы разругались как-то раз с поставщиком. Он сказал, я не буду отправлять тебе никакой товар. Ты слишком много думаешь, ты слишком много выбираешь, отказываешься, потом опять соглашаешься. И в итоге я ничего не буду тебе отправлять, не верну деньги. Ну, я, конечно, нашел слова. И на следующий день он мне сам написал. Партнеры, бизнес, деньги для них это все-таки как бы это одно. Ну, да, но если ты для них уже становишься своим, это совершенно другой разговор и совершенно другое к тебе отношение. То есть это вплоть до того, что и цены изменяются. Личное общение, взаимный обмен любезностями, подарками, лучше за столом и за чашкой чая, а не алкоголя, обеспечат бизнесу долгосрочное сотрудничество. По крайней мере, эксперты советуют следовать китайским традициям. Кстати, те же эксперты рекомендуют смотреть на восток не только в китайском направлении. Не стоит забывать про Индию тоже, которая вполне может все это заместить. Мне кажется, Индия, она, по-моему, и центром является таким производством фармакологии тоже. Ну, а что касается Поднебесной, в прогнозах дальнейший взаимный рост товарооборота. Сейчас Китай особенно нужен нам, а мы ему. Не случайно московский эксперт отметил рост интереса к российскому образованию. В его студенческом графике китайцев стало гораздо больше. И это тоже тенденция нового времени. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.